Уважаемые нижегородцы, я Юрий Иванович Дурнев, эксессенс, целитель. Хочу вас обрадовать именно в том, что мы на сегодняшний момент в конце концов покончили с онкологическим результатом, с хорошими, потрясающими результатами, которые подтверждаются медицинскими исследованиями, компьютерными СКТ, МРТ, региноскопиями и прочими анализами. Это было нелегко, но в течение 15-летний труд он не пропал зря и даром. На сегодняшний момент у нас есть снимки, у нас есть заключения, они у нас на руках. А это главное, это главное для любого ученого, биохимика, алхимика, онколога и прочих-прочих специалистов. Если в двух словах могу приоткрыть занавесу, в чем состоит именно моя методика. Моя методика состоит, это эндогенная терапия, эксессенсорная терапия, резонансная терапия, применение спецпрепаратов, биологически активных добавков. И лично, лично, значит, хочу сказать, лично, разработка лично моя противоракового препарата, это ПД-1. ПД-1. Эффективность систематического лечения подтверждается медицинскими снимками СКТ, МРТ, ОРТ, рентгеноскопии и протоколами исследования диагностов, специалистов, которые осуществляют эту деятельность. Здравствуйте, мое имя Павел Анатольевич Корчагин. Я возглавляю Нижегородский филиал Московской школы гипноза с 2000 года в Нижнем Новгороде. Работаю гипнологом-психологом с Юрием Ивановичем Дурневым в области онкологии. Конечно, не всегда онкология, бывают и другие болезни, но самое основное, когда человеку говорят, что у него рак или какое-то тяжелое заболевание, человек попадает в депрессию. И вот чтобы вывести его из депрессии, вот приходится мне работать, потому что человек потерял надежду. Или его, когда как снег на голову ему ударил, и говорят, что вот такая у тебя болезнь, или такая с тобой несчастье, или такое-то, такое-то, он сразу начинает об этом переживать. Уходит далеко, и это время как раз онкология, или какая-то опухоль, или болезнь, она начинает захватывать его. И это прямо хороший материал для разрастания вот этого злокачественного воспаления, или этого процесса, который с ним идет. Мне приходится работать непосредственно с самим больным, с его семьей, смотреть, чем он питается, как он питается, менять ему постановку жизни, или его вызывать, или еще что-то, как бы с ним начать ему показывать, как можно еще прожить, и что жизнь еще не потеряна. То есть она еще есть надежда, и есть возможность, и есть дальше продолжать свое начатое дела. Вот, и это вот меня как раз и заставляет, много лет я с этим работал, и вот это я как раз пропагандирую, веду и занимаюсь. Я хочу вспомнить пример, что у меня был случай в 88-м году, когда еще был я только студентом, и проходил практику на масло-жиркомбинате. Рано-рано утром, в понедельник, я спускаюсь с верхней части города, в низнюю, как раз еще Волга только разлилась, еще маленькие-маленькие льдинки на Волге, так. Это было часов в 6 утра, и птички поют, и ко мне подходят, то есть там стоит на лестнице человек пожилой, и меня спрашивают, парень, вот, если бы тебе сказали, что тебе осталось жить месяц, ну, от силы в два, что бы ты стал делать, и как бы ты это... Для меня тогда этот вопрос просто задел, и парню 20 лет, представляете, и я такой активный, у меня такие жизненные планы о своей жизни, там, и семья, и все прочее. Я говорю, мужик, слушай, я вот только приехал с Безводного, это Кстовский район, там такая река отличная, такая вода чистая, живая, чтобы я туда бы уехал, ничего бы не ел, только эту воду, пил живую, и радовался этой жизни, радовался птичкам, радовался там всему такому, что вот как травка начинает расти, как деревья начинают распускаться, и это бы мне хватило бы на всю жизнь вот этого состояния, то есть, если бы у меня была вот возможность уехать туда и там прожить, ничего не надо, не готовить ничего, достаточно одной водой вот этой питаться, и находиться вот на такой природе, и чувствовать это все. И, вы знаете, через 3-4 месяца я иду по Большой Покровке, это уже где-то лето было, конец лета, меня останавливает мужчина, говорит, парень, ты помнишь весной ты мне отправил меня в Безводное? Честно говоря, я с трудом вспомнил, говорю, да, был такой случай, вот, так это вот я, я там действительно терял сознание, жил только, как ты мне сказал, на одной воде, на одной энтузиазме, видел вот это вот распускание птичек, то есть распускание этих деревьев, как птички прилетают, как они гнездышко вьют, вот. И когда меня уже все это закончилось, когда меня привезли, приехал я сюда в Нижний Новгород, приехал я опять в онкологию и посмотрел, что у меня рака желудка нету, то есть врачи удивились, говорит, мы, все снимки у нас были, а все это было так, а куда-то все делалось, говорит, мы вот развели они руками, вот. И этот случай меня с тех пор, как бы, начал я интересоваться и заниматься этим. И вот меня, наконец-то, случай свел с Юрием Ивановичем Дурневым, с которым я действительно вот эту практику и это вот внушение, эту силу внушаю тем людям, которые онкологически больнее, которые же потеряли настрой на жизни или там потеряли уверенность в себе. Меня вот это вот заводит, и я всегда вот этим вот, не случайные бывают случайности, что вот встретил на своем пути, еще когда мне было только-только 20 лет, я еще совсем не думал ни о психологии, ни о гипнозе, ни о другой медицине, так. А вот именно вот пошел мой жизненный путь, и я заканчиваю. Вот сейчас очень рад, что мы встретились с Юрием Ивановичем и продолжаем вот эту тематику работы с онкологией. О чем я вот сейчас нисколько не жалею, и мне внутренняя энергия моя идет в нужное русло. Еще хочу добавить к своему рассказу, к своему сказанному, что я не только занимаюсь психологией и гипнозом, то есть я провожу многие мероприятия, которые активизируют человека, заставляют его жить, заставляют его посмотреть по-другому жизнь. То есть у меня есть клуб, который называется Центр оздоровительных практик РАДА. Он тоже с 2000 года, мы ходим по раскаленным углям, купаемся в проруби, выезжаем в сильные места. То есть вот у меня очень много поездок бывает в Священной Рощи нашей Нижегородской области в Шаранский район, где человек меняет свой имидж, меняет свою характеристику и вырабатывает себе новые качества. То есть мы его можем принять совсем другим человеком. То есть он говорит, что он крепкий, сильный, здоровый, активный. И как бы его так и считаем. Это психологически начинает работать не только я, но и работают мои все ребята, которые находятся среди нас. Вот у меня был такой случай, что человек никак не мог получить квартиру в Москве, хотя у него по договору и по договоренности заканчивался срок его службы в армии, то есть он работал там снабженцем, и по договору ему нужно было уже лет 5 назад получить квартиру. И мы его вот так внушили, что у тебя есть квартира, что у тебя есть возможности, силы, уверенность, все прочее и так далее. После нашего похода, после наших поездок он приходит к своему начальству, тот ему обрадует, говорит, слушай, вот мы сейчас построим дом девятиэтажный, и на первом этаже есть возможность туда тебе заехать. Только единственное, что там внутри стен нету, нет никакой обделки, если желаешь, то забирай эту квартиру. Действительно, сейчас он живет в Подмосковье, я был у него в гостях, он, действительно, что у него там было какие-то сбережения или еще что-то, ушли на этот ремонт, достроить эту квартиру так, но вот сейчас поменял свою жизнь и видит себя совсем другими глазами, уверенным, сильным и здоровым. Таких случаев было очень много. Дама была, которая развелась мужем, уехала, то есть с детьми, с тремя осталась. После такой нашей поездки она занялась бизнесом, стала заниматься констоварами и развела этот бизнес, и очень успешно сейчас бизнесмен в Нижнем Новгороде живет, проживает. Дети у нее работают вместе с ней, активные такие, сильные, только радуются. И масса-масса-масса таких примеров. Бывает такое, что человек забывает какие-нибудь свои вещи или там забывает что-то такое важное. Приходит к нам, мы с ним начинаем работать, вспоминает он свое прошлое, вспоминает свои достижения. Один раз был у меня товарищ, который занимал третье место в России по стрельбе из пистолета. То есть имел медаль серебряную, но как бы был затюханный. И когда мы ему сказали, что ты третьим человеком в России был, то есть вознесли его самолюбие, то есть его внутренний резерв поднялся, человек изменился, стал активный, сильный, здоровый, крепкий. Очень много людей обращаются с логоголизмом. То есть пьют из-за того, что не знают, как дальше жить, как дальше вести себя, как продолжать свой жизненный путь. Уходят за спиртной так, чтобы не решать свои проблемы. И когда он поработал с нами, то есть когда я с ним взял глушение, когда его ввел в состояние транса, когда он просмотрел свою жизнь, активизировался, да, он действительно выходит из этого состояния, этой зависимости спиртной. И много-много чего другое, то есть вот происходит на моих глазах, в моей школе, за мои труды, за мое видение. Вот я как бы очень доволен. Клуб наш стал очень известный, такой общительный. То есть мы каждую среду собираемся у нас на Сергиевске 24, это вот в 7 вечера. И где вот некоторые вещи обсуждаем, смотрим, какие-то даем рекомендации, какие-то советы и так далее. Если здесь возможно, приходите, буду очень рад вас увидеть. В крайнем случае можно выйти на мой сайт, корчагин.ру. Там тоже есть подробные фотографии вот наших походов, есть подробные разъяснения, программа наша, которую я провожу, занятия, которые я веду. Как вот еще и где я сотрудничаю с Юрием Ивановичем Дурневым, тоже там есть в этой программе. То есть я буду очень рад вас увидеть и услышать. Обращайтесь, звоните. А также вы можете заходить на наш сайт лечение-рак-онкология.рф Телефон 8-953-415-01-24 Вы будете в курсе всех новейших совершенств Наших технологий, применений в области онкологии, лекемии, лимфоглиматоза, ИСПИДа и прочее. Заходите на наш сайт. Мы будем рады видеть и будем радовать, уважаемые мои россияне, с нашими научными достижениями. Если вас заинтересовала наша информация, то можно подписываться на этот канал и мы тогда будем рассылать все наши разработки новые, наши достижения, наши мероприятия, которые у нас будут направлены для вас. И будем вас постоянно информировать.